Привет всем зрителям моего канала! Продолжаю серию из видео про наборы монет Украины. Спасибо, что смотрите, делитесь видео, оставляйте комментарии и лайки. В этом видео мы посмотрим набор 2014 года. Очень красивый, яркий. Давайте приступать! А партнер этого видео аукцион Виолити, на который вы можете купить или продать ваши монеты. Также посмотреть стоимости на монеты Украины и наборы. Ссылочка на YouTube канал и на аукцион в описании под видео. Итак, вот так выглядит сам набор ежегодных обиходных монет 2014 года. Можем достать его из упаковки. Очень отличается он от дизайнов обычных наборов тем, что здесь используются иллюстрации от детских рисунков. Как указано в описании, здесь использованы работы участников ежегодного конкурса рисунков на тему Национальный банк будущего. Здесь мы видим графический знак гривны. Вот так вот он выглядит. Кстати, здесь идет описание, что это у нас буковка Г кириллица. И две полоски означают стабильность денежной валюты. Смотрите, давайте посмотрим сам рисунок. Как он складывается? Это автор данного рисунка. У нас это Юлия, 14 лет, полет в будущее. С города Сумы. Очень красивый рисунок. Он у нас есть на самом наборе. И также дублируется на жетоне. Вот смотрите. Вот на жетоне. Кстати, вот такие жетоны отдельно можно коллекционировать. Есть некоторые нумизматы, назовем их так, да, которые собирают отдельно вот такие вот жетоны. Давайте покажу, как он выглядит. Я специально для обзора взял. И существуют даже некоторые разделы в книгах. Вот, например, книги Загреба. Здесь все жетоны вынесены в отдельную страницу. И те, кто собирают жетон, они вот могут тут просматривать. Вот этот конкретный жетон даже так здесь указан. Его тираж, его размеры, приблизительная стоимость на конец 2017 года. Но сейчас, конечно, цена приблизительно в районе 300-400 гривен на данный жетон варьируется. Ну, перейдем к набору. Здесь мы видим изображение из конкурса детских рисунков. Довольно красивое, яркое. С обратной стороны мы видим технические характеристики монет. Их вес, диаметр, металл, номинал. Соответственно, вот тех, которые у нас есть. Давайте отложим, посмотрим непосредственно на сам футляр. Это пластиковый футляр. Как и в предыдущих наборах, они все у нас идут в пластиковом футляре, который можно, в принципе, вскрыть и достать картонную картонку с изображением. Вот смотрите, как вы очень обратите внимание не только на монеты, а на фон очень красивый, яркий, с конкурса детских рисунков. С другой стороны, национальный банк. Видите, подпись очень-очень необычная. И здорово, что такие работы и конкурсы проводятся, и поддерживают молодые дарования, таланты. И мы видим здесь, кроме жетона, другие монеты, соответственно, номиналов. Один, два, у нас пять, десять, двадцать пять, пятьдесят копеек и одна гривна. Вот, год чеканки, конечно же. И эти монеты у нас с повышенным качеством чеканки идут. Чеканится на монетно-банкнотном дворе. Кстати, на каждой монете, как мы видим, у нас указан логотип. Я не вижу этот логотип, указанным на данном изображении. Если мы смотрели в 2015 году, мы смотрели в предыдущем наборе, предыдущего года, мы могли его видеть. Давайте посмотрим. Вот у нас пятнадцатый год, да, мы здесь видим логотипчик банкнотном монетного двора Украины. А здесь что-то я этого логотипа и не наблюдаю. Но, видимо, решили, да, не заморачиваться и не добавлять. Давайте по традиции откроем, посмотрим, как выглядят сами монеты вот такой без защитного пластикового футляра. Также будем это все очень аккуратно делать. Конечно же, перчатка, чтобы не касаться, не оставлять никакие отпечатки. Если оставить отпечаток на монете, однозначно стоимость такой монеты уменьшится. Видите, они очень-очень блестят. Красивые, очень красивые, яркие. Жетон здесь у нас находится. Кто-то себе может достать эти монеты в папку. Кто-то любит оставлять себе в наборах, вот как они были созданы. Кстати, видите, посмотрите, как они добавляются. Как по мне, стоило бы размещать данные монеты уже в каких-то капсулах, чтобы никакого взаимодействия с коробкой, с краской, с воздухом не происходило, да? Как мы видели в запайке набора 1996 года. Давайте посмотрим. В запайке этого набора монеты вообще никаким образом не темнеют, ни что с ними не происходит. Вот смотрите, да? То есть как их в 1996 году сделали, так они и находятся там, не попадает туда ни воздух, ничего. То есть, смотрите. Видите, монеты в идеальнейшем состоянии. И хотя тоже у нас бумажная упаковка, но там они сделаны в вот такой какой-то, вот я даже не знаю, как этот материал называется, но очень-очень качественно, без попадания какого-то туда дополнительных химических воздействий. В этих же наборах, видите, скорее всего, хотели, возможно, сэкономить, снизить стоимость. Вот. Ну, вот так вот такие взаимодействия у нас происходят. Пока, видите, этот набор, видите, не потемнел. Хотя есть примеры там, где реально очень-очень быстро они другим цветом покрываются. Вот, давайте уберем. Размер стандартный. Пластиковый футляр 145 мм на 105. Вот. Ну, конечно же, у нас картонная коробка. Вот такая. Кстати, картонная коробка, как-то по мне, тоже сделана, ну, не очень. Тут прямо вот набор лежал, никто его там часто не доставал, но потихоньку-потихоньку отклеилась вот эта вот, скажем так, нижняя часть. Видите? То есть сделана, конечно, так себе. Вот, ну, главное, главное, это монеты. Вот. И оформление дизайнерское, конечно, очень красивое. Мне безумно нравится. Напишите в комментариях, как вам, насколько, как вам вот эти яркие цвета. Вот. Авторы этих рисунков, давайте посмотрим, какие использовали здесь. Вот они у нас конкретно подписаны. Представьте, вот, там, Евгений, Виктория, Мария, Донецк, Пердянск, Житомир. Я думаю, очень гордятся родители тем, что детки попали в участие в этом конкурсе и предоставили свои рисунки. И вот их рисунки были использованы в таком замечательном наборе, тираж которого всего 10 тысяч. И по стоимости, давайте посмотрим, какие проходы на данный набор, да, на аукционах. Видите, довольно тоже цены подросли. Но это связано с тем, что тиражи у нас довольно маленькие, 10 тысяч. И тем, что уже не печатаются, не чеканятся вот такие вот у нас монеты. Низких номиналов. 1, 2, 25,5. Давайте посмотрим, какие красивые монеты. Ну что ж, друзья, коллекционируйте, коллекционируйте монеты, коллекционируйте отдельно жетоны, если вам эта тема нравится. Вот еще раз покажу вам вот такой вот замечательный жетон из этого набора. Видимо, владелец данного, данного жетона, что сделал? Достал, распечатал эти монеты, добавил их себе в какую-то папку, скорее всего, для этих обиходных мелочей. Да, вот на канале я уже показывал, вот как это может выглядеть. Ну вот такие жетоны, довольно тоже очень красивые, можно их собирать по желанию. Если вам нравится, конечно, конечно, тоже собирайте. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Буду продолжать серию про наборы. Ставьте лайки. И до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok